Портфель заказов сформированы, их треба выконать. Гомель – шкло, выправляя становища после коронакризиса. Садовиной Городни на Нового Ураджаю и не только. На выходных у Гомеля отбудется великий кермаш. Не только Ай-Ти. Гомельский автомеханичный колледж стал одним из самых запотребованных подчас селедней уступной кампании. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Раз затрымалось захавать коллектив у пандемию, то и зараз сможем. Тем больше никто и не сбирается бастовать, ци звольняться. Об этом рассказывает керауниство предприемства Гомель-шкло. Наши корреспонденты побывали на вытворчасте и доведалися, как там справы. И экономичные, и с настроем у коллектива. Подробязности в наступном сюжете. Коллектив Гомель-шкла приблизно 2000 человек. Вытворчасть працует в круглосуточном режиме. Я ее нелегко спонять. Это докладно разумеют все супрацовники. Например, Владимир Пехота на заводе уже больше 15 лет. И иншого працонного места даже не уявляет. Кажет, что главная для его стабильность. Как раз такое почутствие уповненности дают любимая работа и добрый коллектив. Для меня развитие моего предприятия, я больше, чем уверен, это самый главный фактор для меня. Поэтому я считаю, что у нас все хорошо. У меня в частности точно. Генеральный директор предприемства Петр Максимчиков рассказывает, что никаких политических хвалеваний у коллектива не было. Люди, как працовали, так и працуют. Поставать, кажется, никто не сбирается. Тем больше завод, как и экономика в целом, вось-вось поспел отойти от коронакризиса. В первом погоде доводилось опрацовать у темлику и на склад. Зараз же снова на всю могутность. С великим портфелем заказов еще и новые покупники добавились. Нам очень повезло, что коллектив Гомель-шкла – это такой сплоченный. И вот уже достаточно профессиональный. У нас нет такой текучечки кадров, может быть, как на других предприятиях. У нас люди работают постоянно. Плюс к тому, эти люди прекрасно понимают, что такое производство стекла. Вы знаете, мы тут разговаривали со своими коллективами постоянно, ведем диалог, постоянно мониторим ситуацию. И, к счастью, нас не коснулись даже поползновения к забастовкам, призывы. Но, как сказали наши люди, мы бы не допустили сами такого. Потому что люди прекрасно понимают, что самое главное сегодня – это работа. На самой новой линии летость начали выпускать шмат функциональное и солнцеховное шкло. Опошня, до речи, можно бачить на фасадах многих городских будинков. Але больше за все на линии вырабляют энергоэффективного шкла. Основная частка продукции – шкла с покрытием или стового – отправляется на экспорт. Это больше 80% от всего объема. Постоянно з'являются новые партнеры. Зараз началось супрационерство с Венгрией, Румынией и Германией. Технологии, по яких у Гомеля робит шкло, отповидают сусветным стандартам якости. Технология нанесения покрытия на стекло происходит в условиях глубокого вакуума. То есть наша установка создает высокий вакуум. И стекло, которое движется по этой установке, на него поочередно наносятся определенные слои металлов, оксидового металла. В результате образуется уникальный пирог слоев, который создает вот такие так называемые эффекты энергосберегающие, солнцезащитные или комбинированные мультифункциональные. Растут на предприемстве не только объемы вытворчастей из заказов, а и зарплата. Когда у красавика средняя складала тысячу рублей, то сейчас уже 1145. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». В регионе завершена массовая уборка сборжевых колоссовых культур. Намолочено больше 900 тысяч тонн. Господарки в области приступили до уборки крупяных культур и кукурузы на силос. Пройдено каля 10% от агульной площы. Середняя ураджайность пакуль невеликая, тому что у первую чергу убирают площы, которые потерпели от засухи, альбо оказались пригнеченными и слаборазвитыми за майских заморозков. А вот ураджайность гречки высшая за леташнюю, каля 13 центнеру с гектаром. Площу посева у этой культуры селета повеличили за держзаказу, которые необходимо выконать. Почалась на Гомельщине и уборка бульбы. Уже приходит сентябрь. Наступает пора, когда подходит у нас уборка овощных культур и картофеля. Конечно, картофель уже приступили к уборке. Но пока только два района. Это Гомельский, это выборочная идет уборка в Востоке. И это Светлогорский район. Светлогорская овощная фабрика тоже убирает картофель, для того, чтобы у вас на прилавках появилась уже свежая продукция собственного производства. А пушнее выходное лето Гомель будет состракать великим сельскохосподарчим кермашом на площади Ленина. У им примутю дел фермеры и господарки за сей в области. Гандаль организуется у незвычайной информации. Будет заденешена фактически вся площадка. Это больше, как 300 погонных метров гандлевых местов с продукцией перепроцовочных предприемств. Так само будет житовляться хандль большим с 80 автомобилей. Свою продукцию представить годовальники Гомельщины, а так само рыбгасы. На площади можно будет набыть саджанцы, купить свежую рыбу, а так само подшествовать саюшкой. Для маленьких гостей кермашу будет денежать выстава «Живел», где можно будет убачить курей, трусов и инших насельников сельских подворков. Для драм-театра пройдет концертная программа. Час работы кермашу с 10 до 19.01. Ассортимент продукции будет очень разнообразный и, конечно же, будет очень интересное ценовое предложение, поскольку это будет продукция реализовываться самими сельхозпроизводителями. Поэтому приглашаем всех гомельчан и всех тех, кто захочет к нам приехать, поскольку можно будет приобрести, начиная фактически, наверное, с зерна, заканчивая готовой продукцией, которую изготавливают наши предприятия. Уверостные сельхозки кермаши протягнутся и будут проходить на традиционных пляцовках. А кроме того, на этой выходной в областном центре пройдет заключенный школьный кермаш. Гандлевые роды разместятся на площади Полстанье и каля будинка цирка. Гомельмаша життявил первые поставки с божеуборочных комбайнов GS-12A1 в Армении. Гэтая машина – модификация комбайна GS-12 – больше высокого техничного и конструктивного узровня. Две з них поспехово працуют на хлебных нивах Армении. Як подкреслили у компании, техника была зроблена з уликом пожадания армянских аграрев. Вогу легом сельмаш активно поддерживает и развивает экспортно-арентованную политику. Так недавно черговая партия машинокомплектов с божеуборочного комбайна GS-12A1 отправлена на сборочную вытворчасть у Казахстана. Белорусский металлургичный завод нарушивает загрузку. По выниках жнивня плануется выработать и отгрузить каля 30 тысяч тонн продукции с талядротовых цехов. Пока шекамаль на третью участку большим у маи, каля на сусветном рынке стали. За коронакризису было резкое снижение попыту. Так само уж не униспожилцы металлокорду и бортового адроту разом с контрактными объемами разместили на БМЗ додатковые заказы амально тысячу тонн этой продукции. Размова в шинных заводах России, Сербии, Германии, Румынии, Венгрии и Чехии. Зараз коллектив завода працует над выконанием принятых обовязальництвов перед заказчиком. По выниках семи месяцев завода экспортовал миллион двести тысяч тонн металлопродукции у 50 краин. Средо основных покупников – Россия, Германия, Израиль, Литва и Польша. Как справиться с тревогой, связанной с ситуацией в Украине? С 26 до 30 жнивня специалисты Гомельской областной клинично-психиатричной больницы будут принимать граждан, яким потребна допомога. Прием будут вести урачи-психотерапевты Центра пограничных станов. Допомога будет оказываться анонимна и бесплатна. Даденые пациентам не станут заносить в медицинскую документацию. Кабы отримать консультацию, треба записаться до одного со специалистов по номерах телефонов, які вы зараз бачите на своих экранах. Подрихтовка до сезону простуд. У Беларуси худко почнется кампания вакцинации супрать гриппу. Все летая на пройде у особливых умовах. Справа от тем, что люди протягивают хворить на коронавирус. Подчас сезонного вздыма захворываемости на вострые респираторные инфекции чекается суместная циркуляция разных вирусов. Небезпеку представляют получение COVID-19 и сезонного гриппу. Або два вируса несприяльно уздейничают на легкие и могут выкликать пневмонию. Так само доказано развитие после гриппу таких ускладнений, як миокардит, синусит, отит, страхеид, менингит. Заразу людей нема макчымасти оборониться от коронавирусной инфекции с допомогой вакцины. Але у кожного есть макчымасть допомогти себе не захвореть на грипп, зробивши профилактичную прищепку. Канцелярские прилады, настольные лямпы и материальная допомога. Громадские организации регионы принимают активный удел. У республиканской акции зберы портфель першокласснику. Какие подарунки им подрихтовали и як новый навучальный ход сустренуть сами установы адукации. Доведались наши корреспонденты. У Терышковицкой середней школы по культе шиня. А зараз тут только педагогичные и техничные работники. Установа полностью готовая до початку нового навучального года. Все лето у перший класс придут 26 детей. Наставница початковых классов Людмила Герман проведе зиме ближайшие 4 годы. Практично у сих яна уже уведая. До початку пандемии коронавируса будучие першоклассники приходили на подрихтовочие занятки. Это специфика работы с маленькими детьми. Тут надо организовать урок так, чтобы дети были все время заняты, чтобы им было не скучно. И надо идти в ногу с детьми, чтобы на их уровне пытаться разговаривать и играть в их игры. Потому что чуть-чуть отстал и тогда да, тогда уже трудно. Сирот селетних першоклассников Терышковицкой школы и Дмитрий Язепал. Вогуле у этой семьи пять зятей, трое з яких школьники. До первого вересня он практически полностью готовый. Наверное, костюм набитый. По словам Дмитрия, он будет учиться добро, как и его браты, которые имеют грамоты и дипломы за успехи в учебе и творческих конкурсах. Терышковицкая средняя школа, хоть и имеет статус связковый, для наученцев она действительно другой дом. Мне нравится в школе учиться, потому что я все время с друзьями там играю. И там мой любимый урок – там математика. Ну там еще у нас в школе есть спортивный двор, площадка такая. Мы там иногда на физкультуре идем, мы играем в футбол, турники там есть. Даниил, Роман, Дмитрий, Михаил, Юрий. Дружная компания. Хоть, как и у любой семьи, помеж детьми бывают разные. Инши раз могут и посвариться. Правда, зараз подстав для конфликта у нема. А тем больше, что не шакану, у квартиры з'являются мультипликационные персонажи. Миньоны у выканания у дельника у Центра культуры Гомельского района починают цикавые гульни и худко становятся центром уся гульной уваги. Ясше, празд некольких хвилин, приходят гости. Представники райвы канкамы областного отделения Белорусского фонда «Миру» с подарунками для школьников. Набор канцелярских прилад, настольные святильни и грошовая допомога. А ясше, конкретное и важное для усех пожедание. Как дети были здоровыми, а семья всегда жила во умовах мира и сгоды. Урештый, без детей, будущего не может быть ни у одной державы. Реакция продолжится Белорусского фонда «Мира». Завтра мы в Будокошелевском районе, затем Лельщицы на Ровля. Эта акция для нас еще очень важна, потому что мы в том числе видим, как активно жители Беларуси, горожане, труженики села поддерживают ее, помогая фонду «Мира» взносами. А в свою очередь фонд «Мира» направляет эти деньги для таких многодетных семей. Тем самым делаем доброе дело всем миром сообща. Олег Сентюров, Ганна Каральчук, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». До нового научального года засталися личные дни. Вышайшие и средние специальные учебные установы рыхтуются принять молодое поколение студентов. В опыте летней уступной кампании показал, не только IT, але и рабочие специальности притягивают увагу абитуриентов. Гомельский автомеханичный колледж стал в городе одной из самых запотребованных среди установ своего звена. Наибольшая популярная специальность – аутосервис. Набор на ЯЕ Якина Иншия на прамке проходил на конкурсной основе. Наши выпускники по всем специальностям всегда 100% трудоустроены. Все предприятия как города Гомеля, так и Республики Беларусь нуждаются в наших специалистах. Всегда есть выбор у наших выпускников. В связи с этим у нас всегда конкурс. Установа возникла в 2017 году после объединения колледжа, машинобудования и политехнического лицея. Аутосервисный колледж – одна из буйнейших установ Украины в своем профиле. Это и так само и другие новины. Информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Автомобиль Митсубиси столкнулся с Тойотой. В ней находилась семья – 32-летний водитель, его супруга и 6-летний сын. Мать с ребенком погибли. В Митсубиси ехали 33-летняя водитель, трое ее дочерей и свекровь, которая погибла в аварии. Трое детей, а также оба водителя госпитализированы. В МВД отметили, что удерживающие устройства спасли детям жизнь. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, которая провела тщательный осмотр места ДТП. Зафиксировала следовую картину. Следователями назначено проведение ряда экспертиз. Следственным управлением УСК Погомельской области в отношении водителя Митсубиши возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. То есть нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, полегшее по несторожности смерть трех лиц. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и обращаются к гражданам, которые стали очевидцами ДТП. А также к водителям, у которых есть соответствующая запись в виде регистраторов, с просьбой обратиться в управление Следственного комитета по телефону, который указан на экране. В Рогачевском районе на пожаре погиб человек. Очевидцы сообщили, что на окраине агрогородка Кистени горит легковая машина. Установлено, что владелец транспорта – пенсионер 1957 года рождения. В сгоревшем автомобиле спасатели обнаружили тело. Личность человека, причины его гибели и загорания машины устанавливаются. А в поселке Мольче Светлогорского района горел жилой дом. Огонь уничтожил кровлю и имущество в деревянной постройке. Пострадавших нет. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в городском поселке Тереховка Добружского района. Там горел жилой кирпичный дом. Повреждены стены и имущество в жилой комнате. Обошлось без пострадавших. В Рогачевском районе теща, чтобы защитить зятя, ударила инспектора ГАИ диском от культиватора. Возбуждено уголовное дело. Очевидцы сообщили, что по поселку Дятловщина ездит пьяный мужчина на Ауди. Сотрудники ГАИ остановили авто. Его водитель был трезв, а вот прав у него не оказалось. Хозяин иномарки сидел рядом. Инспекторы стали составлять протоколы на обоих сельчан. Наблюдавший за разбирательством со стороны заявитель был пьян, и ему не понравилось принятое инспектором решение. Он требовал от сотрудников ГАИ лишить нарушителей прав. Сельчанина просили успокоиться, но тот оказал сопротивление и оторвал сотруднику погон. Во время задержания за мужчину вступилась теща, которая взяла металлический диск и ударила инспектора, причинив ему телесное повреждение. В результате возбуждено уголовное дело. В Петриковском районе задержаны трое человек, которые проломили стену в складе, забрались в магазин и похитили продукты общей стоимостью более 4000 рублей. Воры брали спиртное, табачные изделия, колбасы, консервы, макароны, сахар и даже соль. Оперативники выяснили, что набег на магазин совершили 38-летняя женщина и двое мужчин 22 и 49 лет. Было установлено, что распивая алкоголь, старший товарищ предложил совершить кражу и с похищенным уйти в лес. Самого молодого участника группы задержали в гостях у местного жителя. Для шифровки он даже водку перелил в пластиковые бутылки из-под газировки. А хозяину дома презентовал шампанское и коньяк. Самого старшего нашли в лесу на расстоянии 8 километров от Копацевич. За административное правонарушение задержана и женщина. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчины были судимы за кражи, а женщина разыскивалась за уклонение от выплаты алиментов. В Петриковском районе спасатели достали мужчину из 5-метрового колодца. По прибытии к месту вызова было установлено. 54-летний местный житель проводил плановые работы по прочистке канализации в колодце и потерял сознание. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего и передали медикам. Мужчину госпитализировали. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Благодарю за внимание. До свидания. Гомельская команда ГГУ ВРЗ выиграла юношеский чемпионат Беларуси по мини-футболу. В финальном этапе гомельчанам удалось обойти команду Минск. В турнире принимал участие еще один коллектив из Гомеля – БЧ. У железнодорожников – пятое место. В Гродно состоялось первенство Беларуси по боксу среди спортсменов 2004-2005 годов рождения. Девушки из Гомельской области доминировали на турнире. Представительницы нашего региона завоевали шесть золотых наград. Чемпионками стали Дарья Деринок, Татьяна Трушкина, Влада Базилевич, Валерия Глюз, Светлана Сурко и Анна Карбатенко. Арина Филатова заняла второе место, Анита Воробей – третье. У юношей только одна золотая награда – она на счету Кирилла Дугоря. Ренат Мираевский стал вторым в своей весовой категории. Вадим Савченко, Данил Рудов и Руслан Жукевич завоевали бронзу. Не остались без наград спортсмены из нашего региона и на Республиканских Олимпийских днях молодежи по греко-римской борьбе, которая проходила в Минске команда Гомельской области в общем зачете заняла второе место, уступив сборной Минска. Чемпионом турнира в личном зачете стал Владимир Косторонок из Мозыря, Александр Руднев, Никита Терехин, Александр Савицкий, Максим Семенчуков и Егор Куницкий выиграли серебро. Бронзу завоевали Иван Гусак, Никита Гинц, Али Камбарян, Денис Болотцев и Егор Малышенко. В Бресте состоялось первенство Беларуси по стрельбе из лука и здесь гомельчане также с наградами. В состязаниях юниоров в личном зачете победил Никита Дубровский, Евгений Смольский занял третье место. В командном турнире Дубровский, Смольский и Даниил Кравченко показали третий результат. Никита Акулина и Алина Малаева выиграли микс в юношеской возрастной категории. В командных соревнованиях Артем Малаев, Филипп Курленко, Никита Акулина и Артемий Помочтов завоевали серебро. Ирина Ромашко, Алина Малаева, Виктория Соловьева и Арина Шуляк-Нестеренко заняли третье место. В итоговом протоколе первенство сборной Гомельской области расположилось на третьей строке. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.